Хороший признак, если прибор запищит лишь при его включении. При самой проверке поисковый сигнализатор должен молчать. Во время измерения фона нашего редакционного автомобиля так и происходит. Это означает, радиационной угрозы машина не представляет. Такому обследованию подвергаются все, без исключения большегрузы и железнодорожные составы, которые приходят в Первоуральск из-за рубежа. Больше всего грузов в Первоуральск везут из Китая и европейских стран. Доставляют в основном детали и минеральное сырье для предприятий, в том числе этабоксид и глинозем. Основную проверку они проходят еще на границе. Задача первоуральских таможенников – убедиться, что пломбы не сорваны. А вот во время отправления из Первоуральска за рубеж товар сотрудники тщательно обследуют. В прошлом году выявили пять нарушений таможенных правил. Основные нарушения были в части недостоверного указания сведений о как раз пиломатериале, о породе древесины, о количестве, об объеме пиломатериала. Свой профессиональный праздник – Международный день таможенника. Специалисты встречают на посту, занятый проверкой документов очередного груза. В штате шесть сотрудников. Уже третий год Первоуральский пост возглавляет Владислав Першин. Всего же таможенной службе он отдал без малого два десятилетия. Признается, за это время многое поменялось. На помощь людям приходят современные технологии, а документы заполняются и хранятся исключительно в электронном виде. Такие бланки вряд ли удастся поделать. Это во многом облегчает работу в настоящее время. То есть в электронном виде той же транзитной декларации в электронном виде прикрепляются документы, счета, фактуры, какие-то транспортные документы, перевозочные документы. Сюда, в Первоуральский таможенный пост, обращаются не только предприниматели. Двери открыты для простых горожан. Например, чтобы отправить посылку за рубеж. В 2021 году здесь помогли оформить 34 таких отправления.